Всем привет, с вами Жокей и в этом видосе я подготовил для вас как очевидные способы заработка новых долларов в игре Life After, так и те, о которых новички точно не догадываются, ну или просто еще не задумывались над этим. Так вот, во-первых, начнем с того, что новые доллары в основном нам нужны для прокачки умений и навыков персонажа, ну и во-вторых, для покупки каких-либо материалов у НПС, и зачастую нам их не хватает, чтобы прокачать все умения. А теперь ближе к делу. Первый способ, который становится доступен для новичков с самого начала, это выполнение заданий с доски в осеннем лесу. Много нам это не дает, примерно 3,5 тысячи, но это тоже хорошо. Второй способ, это сбор зараженной крови с убитых зараженных. Одну такую колбу можно продать за 100 новых долларов, и в день их можно переслать до 120 штук, и это только с одной локации, 12 тысяч долларов. Третий способ, это ловля рыбы. Рыбу синего и зеленого качества можно также продать НПС, но ограничения на пересылку также действуют, и тут есть такая хитрость. Если вы состоите в каком-либо клане, то перейдя на пруд, можно также рыбачить и ловить рыбу разного качества. Ставите рыбалку на автомат, а потом просто продаете всю рыбу и становитесь богаче. Четвертый способ, который также доступен с самого начала, это обмен валюты. Одна донатная валюта приравнивается 100 долларам, а один золотой слиток равен 1 доллару. Пятый способ, это получение новых долларов за сдачу определенных предметов, которые требует НПС. Шестой способ, это убийство имперцев. У них всегда при себе найдется полсиник, а то и больше, плюс прокачивается навык боя. Седьмой способ, доступен только для игроков выше 20 уровня. Когда дейлики приобретают такой вид, то за перевыполнение заданий насчитываются дополнительные очки, которые автоматически будут начислены на следующий день в виде новых долларов. Восьмой способ, это активность в событиях, ивентах лагеря. Эта награда приходит на почту ежедневно. Девятый способ, это сбор ресов с убийством мобов на территории лагеря, которые также продаются НПС. И десятый способ, это получение семян роз в еженедельном ивенте по репутации особняка. Выращивая розы, вы сможете их также продавать НПС. Ну а на этом все. Если я что-то пропустил, то напиши обязательно об этом в комментариях. И дополни, какие гайдики тебе еще запилить. Если же хоть что-то тебе в этом видео помогло, и ты узнал что-то новое, то поставь, пожалуйста, лайк и подпишись на канал. А с вами был Жеки, всем всего самого наилучшего, и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok